Жители округа украшают дворовые территории нарядными клумбами. Люберчане высаживают в палисадниках растения и в течение всего лета ухаживают за ними все вместе. Цветы радуют глаз и поднимают настроение. Растите, мои хорошенькие, водичку пейте. Цветочные клумбы около дома на улице Колораша 3А появились еще 50 лет назад. Лилии, гортензии, георгины, маки и ромашки пестрят яркими красками. Многолетние растения соседи привозят с дачных участков, а рассаду однолетних выращивают на подоконниках. В летнее время в палисаднике работают и взрослые, и дети. Мы с соседями решили, что наш двор должен быть уютным и красивым, поэтому устраиваем палисадники. Это стало таким своеобразным хобби для многих людей из нашего дома. Мы читаем очень много о том, как поливать растения, как за ними ухаживать. И чувствуя такую заботу, они здорово отвечают нам на нее. И у нас здесь возле дома цветы цветут практически все лето. Около 24-го дома по улице 3-е почтовое отделение палисадник тоже играет разными красками. Ромашки, васильки, дельфиниум, червоная рута и, конечно, парковая роза. Елена Колосова оформила цветочную клумбу 7 лет назад, когда вышла на заслуженный отдых. О красоте под окнами мечтала всегда, но сделать палисадник по-настоящему цветущим удалось не сразу. Здесь вот люди ходили, протоптана была дорожка, поэтому сажать-то не было смысла. Все равно все затопчут. Когда поставили заборчик, появился шанс посадить здесь что-то. Сначала понемножечку, потом все это разрослось. Приносили, знаете, с меру по нитке, голого рубаха, получился вот такой садик. В округе 679 дворов. Красота возле подъезда не только результат работы управляющей компании, но и заботливое отношение жителей к своему двору. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.